Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня в выпуске следующей новости. Анонсирована VR-версия хоррора Slender The Arrival. Apple может закрыть одно из своих подразделений. Появились подробности продолжения сериала Office и многое другое. Разработчики из survival-хоррора Slender The Arrival выпустили новый тизер, вместе с которым анонсировали VR-версию проекта. В коротком ролике продемонстрировали ключевые особенности тайтла. Среди них улучшенная графика и атмосфера. Помимо этого, авторы игры отмечают, что VR-версия не только сохранит основные механики оригинала, но также получит дополнительные уровни и возможности, разработанные специально для устройств виртуальной реальности. Дата релиза Slender The Arrival VR пока неизвестна, однако отмечается, что она должна появиться уже в скором времени. Студия анимации E&H Production представила трейлер аниме-адаптации ваншот-манги «Монстры» от автора One Piece Эйтира Одэ. Проект под названием «Монстры. 103 милости проклятого дракона» расскажет историю о приключении сильнейшего мечника из страны Вана Рюмы, а также его спутников официантки Фреи и фехтовальщика Сирана. Напомним, что главный герой ленты появлялся в арке «Триллер Барк» в оригинальном произведении One Piece. Премьера ленты намечена на 21 января. Студия Programmencer, известная по экшн-платформеру Prison City, совместно с издательством Retrowave анонсировала новый ретро-проект под названием «The Transivali Adventure of Simon Quest». Согласно официальной информации, игра представляет собой пародию на классические части франшизы Castlevania. В роли главного героя выступит охотник на вампиров по имени Саймон Квест, пытающийся вернуть себе славу. Для этого он решает воскресить ранее уничтоженного графа Дракулу и одолеть его самостоятельно. Проект разрабатывается для ПК, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5. Запуск ожидается в 2025 году. Более точная дата пока не раскрывается. Авторы аниме-адаптации Ранабе «Этот глупый свин» представили тизер нового проекта. В ролике продемонстрировали кадры из предстоящего аниме, сюжет которого покроет университетскую арку из оригинального произведения. Никаких подробностей о продолжении пока нет. Сроки премьеры аниме также не раскрываются. Для воксельного градостроительного симулятора Urbex City Builder анонсировано новое дополнение под названием Urbex Trains. Вместе с DLC в проект планируют добавить более 30 различных моделей локомотивов, вагонов и вокзалов. Помимо этого ожидается появление расширенных опций для настроек и дизайна. Еще дополнение позволит повысить рост рабочей и научной производительности за счет соединения городов с железнодорожными станциями, создавая эффективные транспортные сети. Дата релиза дополнения пока неизвестна, однако на его странице Steam сообщается, что оно должно появиться в скором времени. Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило о закрытии одного из подразделений компании Apple, занимавшегося Siri и другими проектами на базе искусственного интеллекта. По словам журналистов, причиной этого послужило желание объединить два отдела и снизить расходы. Также уточняется, что работникам выдвинули ультиматум. От них потребовали либо перебраться из Сан-Диего в Остин, получить компенсацию в 7000 долларов и продолжить работу на прежней должности, либо уволиться и получить выходное пособие. Собеседники Bloomberg отметили, что большая часть штата предпочтет покинуть компанию, таким образом создав кадровые проблемы для последней. Сама Apple информацию никак не прокомментировала. Студия Nosebleed Games анонсировала VR-версию психологического хоррора Madison. Вместе с объявлением команда выпустила ролик, в котором продемонстрировала 7 минут игровых кадров проекта. Авторы тайтла отмечают, что игра поставит пользователям уникальный опыт с реалистичной графикой и мрачной атмосферой. О каких-либо изменениях и дополнениях пока не сообщается. Релиз цифровой версии Madison VR должен состояться 20 февраля для PlayStation VR 2 и Steam VR, а 22 марта в магазинах появится специальное физическое издание. Подробностей о его содержимом пока нет. Авторы трилогии аниме «Живая любовь в клуб идолов старшей школы Ниндзагасаки» выпустили новый промо-ролик первой ленты серии. В свежем видео объявили сроки премьеры картины. Так, полнометражное аниме от студии Sunrise должно стать доступно для просмотра в кинотеатрах Ипонии 6 сентября текущего года. Бандай Намка выложила новый ролик к грядущему файтингу Tekken 8. В видео пользователям продемонстрировали вступительный синематик многих бойцов из ростера игры, а также первого DLC-персонажа по имени Эдди Горда. Он впервые появился в третьей части серии и позже возвращался в четвертой, пятой и шестой играх франшизы. Герой должен будет стать доступен весной, в первом сезоне файтинга, а другие DLC-персонажи пополнят ростер летом, зимой и осенью. Более точные сроки пока неизвестны. Ранее компания опубликовала трейлер, посвященный знакомству с девушкой-ассасином по имени Зофина. Напомним, релиз Tekken 8 должен состояться 26 января на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Появились новые подробности о производстве продолжения сериала Office. Официальной информацией поделился шоураннер проекта Грег Дэниелс в рамках интервью с изданием Deadline. Так, в ближайшие дни должно состояться собрание с несколькими авторами для обсуждения сюжета сериала. Еще Дэниелс отмечает, что это будет не перезапуск, а скорее продолжение оригинального шоу. Согласно его заявлению, события будут разворачиваться в другом офисе с новыми героями, но все в той же вселенной. Напомним, изначальный сериал Office был адаптацией одноименного британского шоу и выпускался в период с 2005 по 2013 год на телеканале NBC. А теперь календарь событий на завтра. Вторник, 16 января. Battlefield 2042 получит обновление с некоторыми правками. Представят подробности о новом сезоне Diablo 4. Xbox Series получит патч с исправлениями для сохранений Baldur's Gate 3. Для Cult of the Lump выйдет обновление Sins of the Flash. И стартует третье закрытое бета-тестирование Persona 5 The Phantom X. Мы запустили сборы на микрофон для повышения качества звука в роликах. Будем рады, если вы хоть как-то поможете. Большое спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!